Центр Донецка обстрелян, погибли минимум трое. Один из снарядов попал по зданию администрации, Пушилина внутри не было. Накануне во время очередного обстрела Антоновского моста под Херсоном погибли двое, ранены 15. Американское посольство призвало своих граждан покинуть Украину из-за угрозы ракетных ударов. В Киев прибыл польский президент Дуда обсудить военную помощь, он же призвал демонтировать Северный поток-2. В немецком Минобороны заявили об исчерпании запасов оружия для Киева, однако МИД Германии обещает в ближайшие недели поставить Украине систему ПВО. В офисе Зеленского сообщили о разработке некого документа о гарантиях безопасности, над которым работал в том числе бывший генсек НАТО Расмуссен. В Рижском парке Победы начали сносить советский памятник освободителям, задержаны семеро протестующих. Вместе с тем в стране начался сбор подписей за выдворение из страны тех, кто высказывает лояльность к России. Путин посмертно наградил Дугину орденом мужества. Глава ЛДПР Слуцкий на похоронах заявил, вне зависимости от партий подход может быть только один. Одна страна, один президент, одна победа. Конец цитаты. В Сирии атакован российский военный патруль, есть раненые, сообщает Аля Рабье. Москва и Дамаск потребовали от Израиля уважать суверенитет Сирии и прекратить удары по ее территории, заявил Лавров по итогам встречи с сирийским коллегой Мигдадом. В Британии инфляция к январю разгонится до 18,5%, пишет Financial Times. Пандемийный 2020 год лишил британскую экономику 11%, следует из обновленного отчета местного статведомства. Спад оказался самым сильным с 1709 года. В Польше крупнейший производитель удобрения остановил часть заводов из-за цен на газ. Европейский регулятор разрешил транснефти до конца года платить за украинский транзит. Глава Саудовского Минэнерго заявил, рынок нефти находится в состоянии шизофрении. Китай срезал закупки у Тайваня почти на четверть. В тайваньском Минэкономике снижение назвали неожиданным. Форд увольняет около 3000 сотрудников в США, Канаде и Индии. Причина – снижение расходов для перехода на производство электромобилей. В Гаите массовые протесты из-за роста цены дефицита топлива. По данным ООН, из-за украинского конфликта помощь другим бедным странам сократилась на 80%. Сбер окончательно уходит из Казахстана и продает там свою дочку. Яндекс покупает у ВК Деливери Клаб и продает ему свои сервисы Яндекс.Новости и Дзен. Из App Store удалены теперь и аналоги приложений Сбера и ВТБ. В Калужской области в режиме простоя почти 20 предприятий, связанных с автопромом. Всего их в регионе около 30, сообщили региональные власти. На заводе «Москвич» заявили, авторынок восстановится в лучшем случае через два года. Бензин за неделю подорожал в среднем на 4 копейки, дизель – на 15. В Челябинской области остановилась златоустовская кондитерская фабрика. С весны она работала один день в неделю, число рабочих мест сократилось со 150 до 40. Уволенные отправились на биржу труда, оставшиеся опасаются, что предприятию осталось недолго.